Физкультура на катке в Дружковке. Начинают строительство ледовой арены прямо напротив школы. Когда стартует набор желающих в секции хоккея и фигурного катания, знает Анна Миронюк. На этом месте появится первый ледовый дворец в Дружковке. Забивать первые сваи здесь начнут через пару недель. А пока только ставят ограждения. Строематериалы для ледовой арены будут закупать местные. Из Донецка, из Дружковки, особенно ваши высокопрочные болты. Обязательно будут участвовать в этой конструкции. Буквально в 10 метрах от будущей арены находится школа. Директору пообещали навести порядок на школьном дворе и обновить фасад. А еще Валерий Сергеевич обещает, что мы там ограждения продлим дальше. Все близлежащие объекты должны будут соответствовать высокому уровню. А то там будет такая красота. Директор школы надеется, что с появлением катка там будут проходить уроки физкультуры. У нас постоянно ездят дети на экскурсию классами в Донецк на каток. Хотелось бы, чтобы уже, конечно, свое было. На базе арены в Дружковке откроют филиал Донецкой спортивной академии с секциями хоккея и фигурного катания. Достаточно просто заявлений родителей. Основной аспект принятия в школу – это возрастной. То есть дети могут приниматься с 5 до 7 лет. Сейчас ледовые дворцы строят в пяти городах. В Дружковке закончить к новому хоккейному сезону не успеют, но должны к концу года, когда завершится действие государственной программы развития хоккея в Украине. К сентябрю мы лед не подготовим. Мы будем реалистами. Хочу верить, что мы вложимся в сроки функционирования программы. Отвечу вот так. А детки нет. А у нас дрового выхода нет. На строительство ледовой арены в Дружковке из госбюджета выделят 36,5 миллионов гривен. Расходы по содержанию дворца город и область разделят между собой.